Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале Садовые Развлечения. Сейчас я вам показываю луковицы гиацинтов. Что с ними делать вообще, ума не приложу. Вкратце, я покупала, наверное, года два назад их. Посадила их на клумбу. Весной они у меня не вышли. Но я их сажала вот в такие вот пластмассовые ящики. И поэтому я их легко в земле нашла весной. Откопала. И вот руками, ну, естественно, они там полузгнившие, не полузгнившие были. Они весной не вышли. Это Магнитогорск, Южный Урал, то есть регион. То есть зимой они практически не перезимовали. Или весной не вышли. На яму их выкинуть мне рука не поднялась. И я вот поставила вот так вот. Взяла вот такую вот тортницу. Положила вот эти вот гнивые луковицы, полугнившие луковицы. Под абрикосик. И они все лето там у меня простояли. И вот чудо. К концу лета они начали пускать вот такие вот. Или отошли они, или что. Они начали пускать вот такие вот детки. Я этих деток положила вот в такие стаканчики. Поставила под лампы. И вот весной они начали расти. Вот сегодня вместе с вами я делаю эксперимент, что же дальше делать. На ютубе вообще материала практически никакого нет. И вот я вот посмотрела ролики. Ну, не нашла. Значит, будем сами экспериментировать. Вот я достала из стаканчиков вот такие вот маленькие луковицы. Отделила. Сейчас я их посажу вот в этот лоточек вместе с вами. Потом весной посмотрим, что из этого получится. Многие луковицы пустили вот такие уже корешочки. Вот такие корешочки. Я сейчас буду пересаживать вот такие вот стаканчики 0,2. Но потом, что происходит с моими гиацинтами, я вам буду показывать. Сразу хочу сказать, что все это как бы стоит денег. Все это недешево в магазинах. И да и вообще мне нравится этот цветок. Мне нравится этот аромат. Мне нравится, что он весенний. Я обожаю весенние цветочки. В общем, короче, вместе с вами буду сейчас экспериментировать. Если посмотреть вот на этот стаканчик, посмотрите, мне дали какую корневую систему. Как бы вообще живое растение. Как его выкидывать? Это же жалко. Такую красоту. И тем не менее, вот она вот почему-то не растет. Большая просьба. Если есть какие-то советы мне, ну, дайте в комментариях. Очень буду благодарна. В свое время я покупала в магазине большие, замечательные луковицы, которые весной ничего не дали. Но вот, тем не менее, сохранили свое потомство. Вот она. Я уже даже готова их в квартире выращивать, лишь бы только они у меня зацвели. Вот видите, сколько деток. Сейчас вот буду их разделять вместе с вами и сажать. Получился вот такой посадочный материал. Ну, я думаю, их нужно разводить по принципу, наверное, тюльпанов. Ну, тюльпаны прекрасно зимуют в нашем регионе. Вот гиацинты, ну, никак не хотят весной у меня выходить. Может быть, сильная зима у нас холодная, не знаю. Ну, буду экспериментировать вместе с вами, посмотрим. Так как корневая очень-очень-очень большая, длинная, прямо делаю такое углубление до дна стаканчика. Прямо хорошее такое, чтобы корешочки, они очень ломкие, не повредились. Ну, а при помощи пинцета попробуем посадить луковичку. Очень аккуратно, потому что корневая очень-очень-очень нежная. Прямо хрупкая, я бы даже сказала. Так вот. Весна, растение, видно, чувствует, что весна. И вот начала свою вот такую жизнедеятельность. Так вот. Вот у меня получился целый ящичек вот таких вот гиацинтов, состоящих из деток. У них у всех есть вот такая вот корневая система. Так вот получилось. Что получится из этого эксперимента, само интересно. Ну, уже скорее бы они зацвели. А бы второй год жду цветения гиацинтов. Вот это все с корневой системой. У меня тут вот в людочке остались гиацинты, которые без корневой системы. Я подумала и решила выбрать вот такой вот контейнер прозрачный, чтобы наблюдать, появится корневая система у этих деток или нет. Поэтому я выбрала именно прозрачный гиацинт. Ой, гиацинт. Контейнер. Ну и мы будем вот так вот вместе с вами вот так вот будем высаживать их. Так вот. Все, детки, посадила. Так интересно. Нарциссы, главное, зимуют. Тюльпаны зазимуют. А вот гиацинты не хотят. У меня есть на канале ролик посадка луковичной именно в ящике. И вот если бы я не посадила тогда свои гиацинты вот в такой вот пластмассовый ящик, я бы их точно не нашла. Хотя у меня были шикарные луковицы, купленные в магазине. Ну, буду теперь попробовать выращивать их в домашних условиях. Оставайтесь на канале. Вместе будем выращивать, следить. Дайте мне совет по выращиванию гиацинта. Буду очень благодарна. Ну, все. Всем больших удач. До скорых встреч.